Всем привет, народ! Сейчас я нахожусь в Таиланде, и одна из проблем, которая тут возникает у туристов, а где же можно вкусно покушать? На самом деле в Таиланде огромное количество разнообразных кафешек, начиная от морепродуктов и заканчивая более привычными нам бургерами, которые здесь довольно популярны. Здесь реально очень много бургерных. Ну а конкретно сейчас я вам хочу показать свое, наверное, самое любимое место, где можно поесть по-настоящему вкусные бургеры. И если вы считаете, что я вам сейчас собираюсь показать какую-то суперкрутую навороченную бургерную там в стиле Black Star, то вы ошибаетесь. Это, пожалуй, самая обычная кафешка, которая находится просто около дороги. Эта бургерная называется Green Tamarind, проще говоря, зеленый тамаринт, и она находится на южной части острова. На секундочку, заведение открылось только лишь полчаса назад, и из особенностей еще могу сказать, что оно почему-то не работает по понедельникам. Но при этом обратите внимание, здесь практически полная посадка, в отличие от всех других заведений, где я был до этого. А еще была небольшая проблема с парковкой. Она вся заполнена. К слову говоря, меню здесь не очень большое. В основном здесь берут только бургеры. Это все бургеры. Дополнительная начинка. И также на следующей странице есть еще и тайская еда, но суда приходят не за этим. Главная фишка – это все-таки бургеры. Самый классный и одновременно самый дорогой, примерно за 750 рублей, называется Double Trouble Бургер. Тут две котлеты, два сыра, двойная порция бекона и, короче, вообще дохрена всего. Когда я первый раз покупал этот бургер, без шуток, он был вот такого размера. Вот такой вот был высоты. Конкретно у меня в памяти этот бургер запомнился как самый крутой вообще, который я ел чуть ли не за всю свою жизнь. Попробую его заказать и посмотреть, действительно ли он все еще так хороший. Ну, а также для сравнения, смотрите, здесь есть как обычные гамбургеры, да, чизбургеры. Вот гамбургер, например, стоит всего лишь, ну, где-то примерно 270 рублей. И картошка, кстати, картошка покупается отдельно. А еще, кстати, это одно из немногих мест, где помимо пива, там, кокосов или воды, здесь еще можно заказать вино по бокалам. От этого очень многие туристы страдают, потому что многие на отдыхе привыкли, знаете, посидеть вечером, заказать вкусной еды, выпить бокальчик вина. Так вот, вино здесь практически отсутствует, но в этом заведении оно есть. О популярности места можно судить о том, насколько много людей сюда приезжает. Смотрите, места на парковке становится все меньше и меньше. В общем, я решил заказать два бургера. Я их, конечно, скорее всего не съем. Не факт, что я даже съем один сейчас самый большой, но я просто взял его, чтобы вам показать. И это не обычный гамбургер. Гамбургера могу просто вам на фотки вставить. На самом деле, на гугл-картах у этого заведения очень много фотографий. Можете полистать, посмотреть. Там практически все бургеры представлены. Второй бургер я, скажем так, решил взять с изюминкой. А в чем эта изюминка заключается, прямо сейчас и узнаете. Его вот уже как раз доготавливают. Ну, короче, это стандартная порция картошки. В комплект идет острый майонез и еще один соусник. Все остальные соусы, естественно, как и в любом другом заведении, бесплатные. На выбор все, что есть, это бесплатно. Мне кажется, вот это должен быть прикольный, типа как острый чили. Зацените, я его открыл, и он прям новый. Им как будто бы вообще еще никто не пользовался. Что насчет картошки? Не могу сказать, что она здесь какая-то особенная или супервкусная. Я бы сказал, что самая обычная картошка фри, наверное, как и везде. Ну, типа, какие бургеры без картошки фри? Камон. Итак, народ. Первым принесли бургер, который называется гавайский. Я сейчас просто смотрю на его размеры. Он стоит где-то 500 рублей. Ну, где-то 480, что-то типа такого. Он выглядит вот так. Естественно, обычный гамбургер выглядит меньше, но я хотел показать ему что-то необычное. И здесь у нас, как и в случае с гавайской пиццей, мы видим, что это бургер с ананасом. Притом ананаса здесь реально очень много. Сам по себе тоже бургер очень огромный. Даже если его прижать. А он толком-то особо не прижимается на рот. Вот, это вот, это его максимум. Он охренеть какой здоровый. Огромная котлета, да? Слой сыра, ананас и бекон. Вот так здесь выглядит гавайский бургер. И, кстати, зацените, бургер здесь подается с вилкой и с ножом. То есть, изначально даже не подразумевается, что этот бургер нужно есть руками. Потому что, ну, блин, он ни в один рот, честно говоря, не влезет. Он реально очень большой. Но мы же с вами ведь не ищем легких путей. Поэтому я попробую по классике как-нибудь это все дело откусить. Не уверен, что у меня получится. Итак, народ, смертельный номер. Даже не знаю, что здесь больше смертельного. То, что этот бургер такой здоровый. Или то, что он с ананасом. Кстати, ставьте лайки, если любите пиццу с ананасами. Я ничего плохого в этом на самом деле не вижу. Я бы даже сказал, что она мне нравится. А вот что касательно бургера, сейчас узнаем. Он безумно сочный. Я думаю, вы это видите. Я сделал уже два укуса. Но я все еще не добрался до ананаса. А это очень даже неплохо. Возможно, конечно, все дело в том, что ананасы здесь более вкусные. В Таиланде реально безумно вкусные ананасы. И здесь он как бы придает такую кислинку. Ну, это на самом деле не особо сильно отличается от бургера, знаете, с вишней. Мы же все нормально к этому относимся, да? Бургер со сладким вишневым соусом. Это уже норма. Так вот, здесь то же самое. Просто вместо вишни добавили ананас. Я бы, знаете, как сказал? Это, наверное, отличное представление тропического бургера. Вот реально, чтобы передать весь этот настрой, всю эту атмосферу тропиков, пальмы, солнца, ананас для этого подходит, наверное, лучше всего. Вряд ли бы бургер с манго был бы вкуснее. Хотя не факт. Но таких я еще не встречал. Ну, а сейчас, народ, вы готовы увидеть то, ради чего я приехал в эту бургерную? Я ехал с другой части острова только ради того, чтобы показать вам вот этого монстра. Это Double Trouble Бургер. Давайте попробуем в комментариях написать, как вы думаете, сколько калорий в этом монстре. И помните, я вам рассказывал, что он высокий. Вот я показывал вам вот такую высоту. Он такой и есть. Это самый, наверное, большой бургер, который я когда-либо ел. Чтобы вы понимали реальные размеры, да? Вот так он выглядит рядом со мной. Что касательно высоты этого бургера, на самом деле, все проходят здесь и охреневают от его размеров. И удивляются, а смогу ли я реально такой съесть? Мне кажется, что он высоту где-то около 20 сантиметров, может быть, чуть больше. Но, мне кажется, что если его сжать... Изо всех сил пытаюсь, народ. Ну, вот это максимум. Ну, фактически, я как будто бы уменьшил его вдвое. Скажем так, теперь он уже выглядит не так красиво, но его вполне себе возможно теперь взять в руки. Все-таки, как и в случае с пиццей, я считаю, что есть бургер с помощью вилки и ножа. Это полное кощунство. И хоть я тут полностью весь изляпаюсь, ничего страшного, но я буду пытаться есть этот бургер по всем правильным нормам. Он, кстати, довольно тяжелый. Мне кажется, он весит около килограмма суммарно. И, кстати, еще одна особенность. В этой кафешке делают охренительно вкусный бекон. Зацените, как его здесь много. И, честно говоря, он прям безумно вкусный, он прям хрустящий. Короче, прям как надо. В этом бургере сверху еще и положили жареное яйцо. Ладно, окей, я согласен. Это реально извращение пытаться съесть этот бургер по всем правилам. Но сейчас я, возможно, открою вам один секрет. Я, правда, не знаю, насколько это у нас секрет и правильно ли я понял посыл. Но, обратите внимание, здесь, как в Биг Маке, есть еще одна нижняя булочка. И, таким образом, мы бургер можем разделить на две части. Правда, у нижнего варианта у нас не остаются верхние булки. И тут еще очень много чего можно съесть. Но зато сейчас у меня в руках как будто бы просто очень и очень большой сочный бургер. Такой, по крайней мере, я уже точно смогу съесть без вилки и без ножа. Я думаю, что даже эти шпажки мне, скорее всего, тоже не понадобятся. Был дабл трабл бургер, то есть двойной, а получился одинарный. Просто трабл бургер. Я вот, друзья, пока ем, подумал, чего-то здесь не хватает. Здесь не хватает перчаток. Вот если бы здесь еще были перчатки, как в Black Star бургере, было бы вообще идеально. Возможно, стоит им подсказать такую идею. Ох, народ. Вы можете мне, конечно, и не верить, но я все-таки съел этот бургер. Правда, на картошку, хоть и на среднюю, уже точно места прям не останется. И я набит просто до отвала. И, возможно, весь тот прогресс, который я целый месяц занимался спортом. Я реально похудел на несколько килограмм. Возможно, это сейчас все просто полетело в тартарары после этого бургера. Но, поверьте мне, это определенно того стоило. Вполне возможно, я этого реально не исключаю, что я не смогу есть бургеры в ближайшее время. Но в этом ведь нет, по сути, ничего плохого. Плюс я вам показал одно из своих самых любимых мест и реально один из своих самых любимых бургеров. Возможно, это не самый удобный бургер в плане еды. Но, согласитесь, что визуально этот бургер выглядит чертовски брутально. Он выглядит максимально аппетитно. Я бы сказал, что это вот и есть тот самый бургер из рилсов в инстаграм. Ну, когда залипаешь, знаете, там еду часто показывают. Вот, как мне кажется, этот бургер вообще ничем не хуже. Ну, и даже в плане вкуса, честно говоря, я могу сказать, что этот бургер очень вкусный. Здесь очень вкусное мясо. Здесь очень вкусный правильный бекон. Он не мягкий, он именно хрустящий, зажаристый. Вот он прям как надо. Ох, как тяжело. Я не знаю, друзья, сколько здесь было калорий. Но здесь было явно больше, чем две тысячи. То есть это реально дневная норма для обычного здорового человека. И, скорее всего, даже чуть больше. Зачем я заказывал картошку, при том среднюю порцию? И я вам не отвечу. При том, что я знал, что этот бургер здоровый. Но зачем-то я еще взял картошку. У меня реально уже просто нет для нее места. Окей, буду просить счет. И пойдемте какие-то небольшие итоги подведем касательно бургеров в Таиланде. Во-первых, конкретно это место, Грин Тамаринт, оно стало безумно популярным в последнее время. Потому что я помню, впервые, когда я сюда пришел где-то около 4 лет назад, здесь никогда не было столько народу. А сейчас зацените. Куча байков, внутри полная посадка. И это всего лишь что вот спустя полчаса после открытия. Как правило, когда ресторан только открывается, ну там один, ну может быть два человека приползут с пляжа для того, чтобы покушать бургеров. Но нет. При том, что буквально через дорогу находится еще одно бургерное, зацените. Так вот, там внутри практически никого нет. Поэтому вы можете не верить мне, что здесь вкусные бургеры. Но поверьте всем остальным, всем владельцам вот этих вот байков, тут реально очень вкусно. Плюс здесь не особо дорого. Сейчас за два этих бургера, среднюю картошку и холодный чай, я заплатил где-то 1300 рублей. 1300-1400 примерно так. Еще раз напомню, да, это за вот огромный 2000 или может быть даже 3000 калорийный бургер. Поэтому, если говорить буквально в двух словах, я абсолютно не жалею, что приехал сюда с другой части острова. Еще раз напомню, кафешка Green Tamarind находится в южной части острова. Все, кто приезжаете на Пхукет, обязательно заезжайте. Здесь, пожалуй, наверное, одни из самых вкусных бургеров на Пхукете. Я очень надеюсь, что вам понравился такой обзор, хоть он был и не очень большой. Но и меню здесь на самом деле не самое большое. Да, тут еще есть и тайская еда. Но мне кажется, что показать вам такой огромный, необычный, красивый бургер, это намного интереснее, чем показывать очередные креветки, курицу с рисом, которые здесь продаются на каждом шагу. И будем честны, да, возможно, тут вкуснее, но в традиционных тайских кафешках эта еда будет стоить в разы и в разы дешевле. Все-таки самое главное, зачем сюда стоит приезжать, это за бургером. Как обычно, народ, если вам понравилось видео, не забудьте показать ваши лайки, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры. Как обычно, с вами был я, меня зовут Тимур, и я прощаюсь с вами. До новых встреч и приятного аппетита. Я надеюсь, что вы все-таки покушали уже до этого. А если вы голодные смотрели это видео, ну, тогда сорян.